Владимир Путин сегодня внес в Госдуму законопроект о гражданстве. Согласно документу, претендовать на упрощенное получение российского паспорта смогут дополнительные свыше 20 категорий граждан. В первую очередь это коснется граждан стран бывшего СССР и их детей. Если вы иностранный гражданин, мигрант, ставьте лайк этому видео. Если вас интересует тема въезда в Россию, открытие границ миграционных законов, можете подписаться на мой канал. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве. Его текст опубликовали в электронной базе данных Нижней Палаты Парламента. Настоящим федеральным законом регулируются отношения в области гражданства Российской Федерации, в том числе определяются основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации, говорится в документе. Новый законопроект включает более чем 20 дополнительных категорий лиц, которые могут получить российский паспорт по упрощенной процедуре в частности. Соотечественники, граждане бывшего СССР и их дети, участники программы по добровольному переселению. Те, у кого в России живут близкие родственники, россияне, потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или Советского Союза, в пределах границ Российской Федерации. Помимо этого, в соответствии с положениями документов введения главы государства, остается только прием в российское гражданство. Теперь он также распространяется на ветеранов Великой Отечественной войны, у которых есть гражданство стран бывшего СССР. Людей, имеющих особые заслуги перед Россией, тех, кто ввиду своей профессии или квалификации, либо по иным причинам представляют интерес для России. Также расширяется круг людей, которых могут признать российскими гражданами. Граждане бывшего СССР, которые проживали на территории России по состоянию на 6 февраля 1992 года, родившиеся на территории России и РСФСР до 6 февраля 1992 года. Те, у кого хотя бы один из родителей на день их рождения, был гражданином бывшего Советского Союза и постоянно проживал на территории России и РСФСР. Военные, которые принесли присягу на верности СССР или Российской Федерации, и на 6 февраля 1992 года проходили службу в российских воинских частях на территориях других государств. При этом наличие у них другого гражданства не может считаться основанием для отказа в признании их россиянами. Законопроект вводит Институт прекращения российского гражданства. Расширяется перечень действий, за которые можно лишиться паспорта. Теперь помимо террористических преступлений, в него войдут некоторые тяжкие преступления против государства и наркопреступления. Друзья, подпишитесь на канал и поставьте лайк, чтобы не пропустить свежие новости на нашем канале про мигрантов.